На совещании говорили о мерах профилактики безнадзорности несовершеннолетних и заслушали отчеты профильных управлений администрации города-курорта о ходе детской оздоровительной кампании. Эти вопросы, которые стоят в том числе на контроле в администрации Краснодарского края, мы с вами совместными усилиями, нам удалось добиться неплохих результатов в этой работе, однако существует еще ряд проблем, которые нам необходимо сегодня обсудить. Я хочу обратить внимание, что в некоторых сельских округах, мы об этом услышим, недостаточно еще проводится работа по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Одним из лучших округов, где эффективно ведется работа с несовершеннолетними из группы «Риска» и профилактические мероприятия по закону 1539 назвали «Анапский» и «Благовещенский». У отдела по делам несовершеннолетних администрации города-курорта замечания есть к Субсехскому, Приморскому и ГК «Одзорскому» сельским округам. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество правонарушений с участием подростков снизилось, пускать на самотек эти вопросы нельзя. Нужно усилить профилактическую работу, дежурство рейдовых групп по закону 1539, посещение неблагополучных семей, уделить внимание выпуску наглядной агитации, вовлекать трудных подростков, занятия спортом и общественно полезным трудом. О ходе летней детской островительной кампании первым отчиталось Управление по делам семьи и детей. Все сироты, а это 343 ребенка, пройдут оздоровление в лагерях отдыха до конца лета. Сотрудники Управления по делам молодежи организовали отряды тимуровцев, которые совмещают приятное с полезным. Сказывают помощь ветеранам, огороды убирают, помогают, моют все. Они трудоустроены, получают за это деньги. Это совместная у нас программа. Кто за человек? По тимуровцам у нас за все лето будет трудоустроено 424 несовершеннолетних. Они от 13 до 17 лет. Управление образования доложило, что с начала лета в пришкольных лагерях отдохнули почти 3000 детей. Юные анапчане занимаются и на спортивных площадках, и в кружках. При этом детям за счет средств из муниципального и краевого бюджетов обеспечили полноценное двухразовое питание. 2 июля вступил в силу федеральный закон номер 44 об участии граждан в охране общественного порядка. Администрация Анапы отреагировала оперативно. Назначен командир народных дружин города-курорта. Рейдовые группы станут подразделениями народных дружин, что будет взаимополезно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова